Добрый день, уважаемые коллеги, мои дорогие слушатели. Готовы рассмотреть, что же нас ждет 11 декабря 2012 года на экзамене DP4RUS. Хочу сразу предупредить, что прогноз это только прогноз. Программа экзамена DP4RUS включает в себя достаточно стандартов, чтобы экзаменатор тасовал их случайным образом. Мы же рассмотрим с вами только те тренды, которые существуют благодаря прошлым сессиям. Итак, начнем. Экзамен состоит из четырех задач. Первая задача – это задача на консолидацию. Весит 40 баллов. Три остальные задания по 20 баллов. В сумме дают 60, итого весь экзамен 100 баллов. Что же нас ждет в задаче на консолидацию? 96,4% что в декабре мы встретимся с вами с консолидацией отчета о совокупном доходе и отчета об изменении собственного капитала. Почему это так? С момента существования экзамена, с декабря 2001 года, не было ни разу такого случая, чтобы консолидация отчета о финансовом положении, ранее баланса, была более двух сессий подряд. Итак, консолидация отчета о финансовом положении у нас уже была в две предыдущие сессии. Это июнь 2012 года и декабрь 2011 года. Поэтому вполне вероятно ожидать, что у нас с вами будет консолидация отчета о совокупном доходе и изменении капитала группы. Что будет включено в это задание? Итак, давайте рассмотрим с вами приобретение беты дочерней компании. Традиционно приобретение беты уже осуществляется путем обмена акциями. Порядка четырех сессий экзаменатор не использует приобретение денежными средствами, потому что это элементарно. Далее, равновероятно ожидать, что будет либо условное возмещение, либо отложенное возмещение. Также на отчете о совокупном доходе очень удобно тестировать понимание правильности отнесения издержек по приобретению дочерней компании беты и также издержек по выпуску дополнительных акций для обмена на акции бета. Далее, на какие элементы необходимо обратить внимание, когда мы будем с вами корректировать справедливую стоимость беты на дату приобретения, на отчетную дату и отчетную дату предыдущего периода. Уже стала традицией, что в первую очередь мы с вами корректируем на стоимость основных средств, причем основные средства имеют как амортизируемый компонент, так и неамортизируемый компонент. Также вполне вероятно, что в задаче встретится необходимость признать в консолидированной отчетности нематериальные активы, которые не признавались до этого в отчетности бета, потому что не удовлетворяли требованиям 38 стандарта. Также вполне возможно, что корректировка справедливой стоимости будет связана с условным обязательством, который не признавался в отчетности бета, но также должен быть признан в отчетности консолидированной. И, скорее всего, мы встретимся с вами с отложенным налогом. Это все, что касается корректировки справедливой стоимости беты для включения ее в консолидированную отчетность. Далее, тест на обесценение деловой репутации беты. Тест на обесценение деловой репутации беты уже традиционный, но вряд ли он будет пропущен. Внутригрупповые обороты. Исключение нереализованной прибыли. Внутригрупповые дивиденды. Практически это все обязательные ПА, которые, скорее всего, будут тестироваться на экзамене. Что касается гаммы. На месте экзаменатора я бы еще раз сделал гамму совместным предприятиям, чтобы проверить знания ФРС-11 и то, что совместное предприятие включается в консолидированную отчетность методом долевого участия. Далее, прочие инвестиции. Это финансовые активы, которые изменения справедливой стоимости, которых будут учитываться либо через прибыль и убытки, либо через прочий совокупный доход. Далее, остаются еще два примечания, которые напрямую с консолидацией не связаны, а связаны с корректировкой отдельной финансовой отчетности, чаще всего Альфа, но вполне возможно и БЭТа. С чем будут они связаны? Это очень сложно предположить, но давайте представим, что экзаменатору понравилось тестировать в примечаниях то, что было сессией раньше в задаче номер 3. В декабре 2011 года в третьем задании у нас с вами появился 19 стандарт, и в июне 2012 года 19 стандарт также появился у нас как примечание в задаче на консолидацию. Тогда вполне логично ожидать у нас с вами появления ФРС 5 и прекращенной деятельности, что вполне логично при составлении отчета о совокупном доходе. Следующее примечание. С чем оно будет связано? Таких крупных задач на консолидацию у нас было достаточно мало, всего лишь 3, но можно предположить, что они будут связаны либо с тестированием знания представления в отчетности комбинированных финансовых инструментов, это ИАС-32, либо с представлением в отчетности опционов, которые выдаются работникам предприятия на приобретение собственных акций компании. Это ИФРС-2 выплаты на основе долевых инструментов. Далее. Теоретические и ситуационные задания. Итак, второе задание у нас с вами это ситуационная задача. Обычно рассматриваются 4 ситуации различных, общий вес 20 баллов. Третье задание уже стандартно у нас посвящено, должно быть посвящено какому-то одному стандарту и включает в себя как теоретическую часть на 9-11 баллов, так и ситуационную часть 9-11 баллов. Всего, конечно, общая бальность 20 баллов. И четвертое задание. Вот тут интересно. Дело в том, что уже 2 декабря, это декабрь 2010 года, и декабрь 2011 года экзаменатор серьезно выходил за рамки тестирования стандартов, связанных с элементами финансовой отчетности. Поэтому давайте будем ожидать, что в этом декабре у нас будет задание, имеющее теоретическую часть и ситуационную часть. Что же это будет за задание? Какие стандарты будут тестироваться в этих трех заданиях, вы можете получить, просто заполнив регистрационную форму внизу. И я сразу же вам вышлю ссылку на полный прогноз экзаменационного задания к 11 декабря 2012 году. В качестве дополнения я приложу в файл статистики экзаменационных тем, начиная с 2008 года. Почему он важен? Я рекомендую работать с ним даже более интенсивно, чем с самим прогнозом. Почему? Потому что фактически это чек-лист, проверочный лист вашей готовности к экзамену DP4ROS. Просмотрите все стандарты. Можете ли вы вспомнить определение, условия признания, оценку, последующую оценку тех элементов, которые приведены в стандартах. Кроме того, частью этого файла статистики является анализ элементов, которые тестируются в задаче на консолидацию. Пожалуйста, посмотрите. Это целостная картина, которая позволит вам увидеть, а что же в принципе может быть включено в задачу на консолидацию. Еще раз, вы это можете получить просто, заполнив форму, и я сразу вам вышлю ссылку на эти файлы. Желаю вам удачи, желаю всего самого хорошего и замечательной подготовки к экзамену. До свидания.